доброго времени всем я александр молко доктор хирург посланной специальности и руковожу онлайн проектом обучения университет ресурсной медицины где мы преподаем двухмесячный курс уже есть и сейчас будет скоро уже годичная академия второй курс на двухмесячном курсе вот преподаем знания про ресурсную медицину про то как не болеть и как выздоравливать в различных абсолютно ситуациях нам пишут вопросы на facebook блог youtube и лично мне на почту почту университета и вот вопрос пишет женщина лаура можно ли излечиться human папиллом вирус человеческий папиллом и если да что надо купить из массажного теплооборудования но определенной компании у меня было злокачественный рак груди 2b стадия сделали операцию после четыре курса химиотерапии лучевой терапии мне назначили пить гормональные лекарства пять семь лет у меня есть маленький коврик тепловой из нано керамики и проектор проектор двухшариков можно ли не употреблять лекарства и и употреблять только вот эти вот приборы вот на такой вопрос что отвечаем и в случае с вирусом папилломы папиллома вирус человеческий и в случае с онкологической проблемой речь идет про поломку основного базового ресурса иммунитет иммунитет ответственно за то что появился вирус недель ответственно за то что образовался рак и рак развивался причем развиваются рака не менее трех лет до клинической стадии только потом его диагносцирует потом к нему применяют вот классической медицины алгоритмы эти алгоритмы а иммунитет ответственно за то, как будет качественно происходить выздоровление или отсутствие рецидива, отсутствие метастазирования. За все это отвечает иммунитет. Это принципиально понимать. Потому что Лаура купила оборудование где-то, там ее не консультировали, я так понимаю. Я отвечаю на эти вопросы. Что первое? Первое, самое важное. Все алгоритмы классического лечения рака, те, которые назначаются онкологами, необходимо выполнять. Я никогда не советую их нарушать, уходить, не пить, пить, принимать, не принимать. Есть алгоритмы, они основаны на самых лучших достижениях в лечении рака. Да, они малоэффективны сегодня, недостаточно эффективны. Все алгоритмы где-то имеют эффективность не более 40%, 35-40%. А в целом дальше что? Дальше человек должен лично свой иммунитет поддерживать. Я об этом сейчас скажу номер три. Номер один, алгоритмы выполняем, лечебные, те, что прописывают врачи. Номер два, важное. Два. Пока доктора, онкологи, занимаются лечением операций, химия, лучи, гормональной терапии. Пока они занимаются пациентом, то в место, где рак был, ничего нельзя применять. Вообще ничего. Потому что за это место чисто этически отвечает доктор, который оперировал, который делал все то, что нужно делать. Что в это время можно делать? В это время можно, номер три, заботиться про свой иммунитет. Как? Например, тем ковриком, который у вас есть, можно глубоко прогревать позвоночник на ночь, перед сном, в течение минут 30-40 или часа, на средних температурах, где-то около 55-60 градусов, для того, чтобы иммунитет хорошо рождался. Раз. Номер два. С этими оборудованиями что можно делать? Можно выполнять прижигание за исключением. Нельзя ничего делать в месте, где оперировали молочную железу в данном случае. В других местах организма, таких, например, стопы, суставы, шея, позвоночник, живот, прижигание применять можно и нужно. Потому как онкологи за последние 45 лет, изучая воздействие высоким теплом, они объяснили, что прижигание имеет некую такую способность через белок теплового шока локализовать рак за счет вот самого белка теплового шока. Само прижигание способствует выделению белкового теплового шока, они уже находят раковые клетки, или опухоль, или воспаление, и туда локализуют отклик иммунитета. Активный отклик иммунитета. Так перевести можно на обычный язык. Поэтому прижигание все равно где, за исключением места с рака, где был рак, делать можно и нужно. Номер дальше, что можно делать? Можно и нужно оздоравливать сон, а перед сном убирать стресс из головы. Потому что стресс в течение дня – это штука нормальная, а в течение ночи он должен отсутствовать. Например, чтобы отсутствовал стресс в течение ночи, достаточно прижигать стопы. Вот тем же ковриком, который у вас есть, например. Как оздоравливать сон? Это уже большой раздел. Целый вебинар у нас есть в курсе, в который вы можете приходить учиться. И мы вас приглашаем на наш онлайн-курс обучения двухмесячный, 60-дневный курс. Вы можете на него поступить, обучаться и заниматься своим здоровьем дальше. Абсолютно правильно, осознанно и понятно. Получая консультацию от меня в закрытой группе на Facebook постоянно. Постоянно эта группа дается нашим студентам и выпускникам пожизненно. Где я консультирую, делаю аудит документов медицинских в том числе. Но в целом важный момент я отметил. Остальное пишите, поступайте к нам на обучение. Будем рады. До встречи. Всего доброго. Продолжение следует...